Друзья, всем привет! Продолжаем работу над виртуальным интерактивным пространством. В этом видео хотел рассказать вам о ещё одном опыте, ещё одном эксперименте. И попрошу вас поучаствовать в этом опыте, по крайней мере перейти, посмотреть. И в дальнейшем в этом видео я сейчас расскажу, о чём вообще идёт речь. Итак, мы добавили ещё одну локацию. Это красная точка на общей карте. И назвали эту локацию Game City, то есть игровой город. Главная его задача размещать здесь те или иные игры. В данном случае вообще в интерактивном этом пространстве уже есть три игры. И принципиальное их отличие в чём? Это простенькие игры, это не какие-то стратегии 3D. И так далее. То есть это игры, где вы можете очень легко с телефона, смартфона, планшета, компьютера, даже слабенького поиграть. Соответственно заработать определённое количество баллов. И в последующем эти баллы благодаря рейтинговой таблице, то есть тому же лидерборду, за них получить определённое вознаграждение. Либо среди тех, кто занимает условно первые 10, 20, 30 мест, происходит там в определённые периоды розыгрыша определённых подарков. Главная задача, главная цель здесь в чём? В том, чтобы пользователь, когда попадает в пространство, у него была мотивация с этим пространством взаимодействовать. Соответственно пока мы готовим Альфу, мы используем такие стратегии для того, чтобы вам было интересно здесь находиться. Также компаниям, которые сейчас начинают уже заходить в это интерактивное виртуальное пространство, они тоже со своей стороны получали максимальную пользу в качестве пользователей, которые больше времени находятся в виртуальном пространстве, а бизнес, соответственно, имеет больше возможностей продавать свои товары, услуги, либо предоставлять какие-то акции, бонусы и так далее. Но давайте покажу, как это работает. К примеру, у нас есть иконочка, давайте на паузу здесь поставим, чтобы у нас сцена не прыгала. То есть, предположим, есть одна из игр. Прямо здесь, в этом виртуальном пространстве, вы можете, скажем так, играть в определённые штуки. С одной стороны, да, это всё просто. Но с другой стороны, это позволяет, вот вы заметили, да, уже прошло секунд 7-10, а я до сих пор нахожусь на конкретной этой сцене. И чем больше я здесь буду находиться, тем моя польза как пользователя для этого виртуального пространства всё больше и больше становится. Вот давайте сейчас в следующие игрушки перейду. Перейду. Если видите, да, они все достаточно простые, да, то есть, это не какая-то сложная штука, вот, а конкретно те игры, с которыми мы уже знакомы, либо ранее сталкивались. А вот эта достаточно интересная штука, я об этом вот говорил чуть ранее, это игры с лидербордами. То есть, если вы видите перед собой вот такое окошко, да, и внизу вы видите, что есть, значит, надпись, что это лидерборд, соответственно, за участие в этой игре будет начисляться определённое количество баллов, которые будут суммироваться, и, соответственно, потом по результатам этой игры будут начисляться определённые бонусы, вознаграждения, проводиться розыгрыши и так далее. То есть, вы можете либо играть прямо здесь, вы помните, да, это вот наша игру, как это, фрок, да, эта игра называется, в которой, в принципе, мы когда-то все играли. Она очень увлекательная, очень много впечатлений приятных приносит. Вот мы можем играть либо тут, здесь же прямо, да, либо мы можем нажать на иконку и перейти в полноэкранный режим, и здесь, соответственно, продолжать свою игру. В общем, здесь уже на ваш выбор. Таких игр уже есть две, да, в виртуальном пространстве. Вот, третью игру я сейчас покажу. Там тоже есть лидер-борд, соответственно, с нашей стороны осталось добавить, открыть форму регистрации для пользователей, и, соответственно, благодаря этому вы сможете уже играть в эти игры, зарабатывать все баллы, и по результатам этого мы объявим, да, когда мы сделаем официальный релиз того, что уже можно начинать играть, собирать баллы, и, соответственно, когда будем проводить, там, те или иные акции. Ну, давайте сейчас перейду в прежнее пространство, да, и покажу вам еще одну игрушку. Вот она. Это условно... Такая некая казиношная штука. Ну, давайте в полноэкранный режим сейчас перейдем. Вы здесь не тратьте никаких денег, да, у вас есть условные коины, да, на счету, и вы, в принципе, крутите рулетку, зарабатываете баллы, очки, и, в общем, вкладываете свои ресурсы, время в том, чтобы набрать как можно больше баллов. Соответственно, благодаря этому вы приносите свою пользу этому пространству, то есть своим временем. То есть вы тратите самый главный драгоценный ресурс, это время и внимание. Ну, таким образом, да, мы все больше и больше можем участвовать в игре, набирать баллов, и, соответственно, по итогу игры нам начисляются эти баллы на наш баланс, и мы видим, то есть попали мы в лидерборды, либо не попали. Итак, давайте подведу финал этого видео. Перед вами маленькая карта. Вы здесь уже видите пять больших локаций. Это обозначены города. Путешествуя по каждому городу, вы попадаете в то или иное пространство. К примеру, это бизнес-город. Здесь будут размещаться бизнесы. Соответственно, есть уже первый интернет-магазин минеральной косметики, в который вы можете перейти и посмотреть, как он работает. Отсюда вы же не можете нырять в другие локации. И можете навигацию совершать либо по вот этой небольшой карте, либо двигаться через эти порталы, через эти указатели. Ну и, соответственно, еще добавили мы возможность, скажем так, подписаться на социальные сети NFT Moon Metaverse. И с каждым днем будем добавлять все больше и больше всевозможных механик именно в эту виртуальную среду. Для чего это делается? Для того, чтобы пока, напомню, то есть пока мы все ждем выхода альфа-версии, чтобы у вас уже был прецедент того, что вы получаете пользу от проекта и можете, скажем так, не только вкладывать свое время, но также получать пользу в виде вознаграждения от нахождения в этом виртуальном пространстве. Благодарю вас за внимание. Вам хорошего дня, хорошего вечера.